Эвакуировали персонал, локализовали последствия аварии и привели ряд спасательных операций. В Нижегородской области прошли учения по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера. Объектом тренировки стала крупнейшая нефтяная станция Нижегородского филиала 1-й грузовой компании. Подробности далее. На промывочно-пропарочной станции Зелецина Нижегородского филиала 1-й грузовой компании осуществляется подготовка цистерн для транспортировки нефтепродуктов. Возгорание на таком объекте может стать настоящим бедствием. Именно здесь, на территории мазутного хозяйства ППС Зелецина, по замыслу комплексных учений произошли условные разгерметизации мазутного хранилища, возгорание котельной и травмирование работников. Учения должны проходить обязательно. Это воспитывает ответственность у работников ППС. Плюс это минимизирует, как вам сказать, потери. Заметив возгорание, дежурные станции по отработанной схеме оповещения сообщили о чрезвычайной ситуации в аварийно-спасательной службе. Нештатное аварийно-спасательное формирование станции Зелецина локализовало зону разлива. Затем в работу включились сотрудники Центра аварийно-спасательных и экологических операций. Их задача – ликвидировать разлив нефтепродукта, предотвратить ущерб окружающей среде. Произвели развертывание трех нефтесборщиков с суммарной производительностью 120 кубометров в час. Произвели имитацию обвалования сбора этого нефтепродукта в своей промежуточной емкости. И с последующей отдачей этого нефтепродукта заказчику. Следующий этап учений предполагал ликвидацию условного пожара. Эта задача была возложена на 54-ю пожарную часть МЧС и пожарный поезд станции Зелецина Горьковской железной дороги. Сработали отлично. Развернулись своевременно. Подали пену своевременно. То есть все сделали как положено. Все в пределах плана и графика. Прибыл поезд на место тушения пожара за 17 минут. Технологический график подъема 26,5 минут. То есть в нормативное время уложились. Такие учения первые грузовые компании проводят регулярно. На ППС Зелецина в 2017 году они уже третьи. В этот раз было важно оценить, насколько слаженно взаимодействуют различные подразделения оператора подвижного состава МЧС и Горьковской железной дороги. Действия причастных были оценены наблюдателями МЧС и РЖД на отлично. А полученный опыт будет тиражирован на все производственные подразделения ПГК. Субтитры создавал DimaTorzok